Эдвард, только подождите этот факт, это бесплатно на Киев отправить... Поэтому это бесплатно. А с кем делал эти договорились? Ну, договор, я так понял, это было межправительственное. Поэтому, кто конкретно об этом договорился, я не знаю. Я знаю, что с нашей стороны это делает наш руководитель, того, которого мы всенародно избрали. Захарченко Александр Владимирович. А вы считаете, как первый степень договорились между ДНР и Киев? Ну, я многих вещей не знаю. Вот этих всех договоренностей, которые там происходили, о чем именно конкретно договорились. Украинская сторона все время заявляла о том, что она категорически отказывается у нас покупать. По экономическим соображениям это было невыгодно. С ЮАР они закупили, разгорелся грандиозный скандал. Выяснилось, что это была кондиционная схема. Потом они стали говорить, что будут закупать и в Европе. В Европе тоже уголь не идет. Потом стали говорить о том, что закупать должны они в России. Но я лично слышал интервью министра топлива и энергетики Украины, который сказал, что самое выгодно покупать уголь только на Донбассе. Мне все. Эд, можете себе представить? Да, пожалуйста. Подполковник Басурин, зам командующего корпуса по работе с личным составом. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...